Всем доброго премьерного утра! С вами Даур Авитсба, сегодня 16 февраля, но вы все и так это знаете. Однако, чтобы хоть как-то подвести вступление к первой новости, которая, кстати, о сериалах и кино, отмечу, что сегодня американская актрисе Элизабет Олсен исполняется 27 лет. Это та, что Алая Ведьма из Мстителей. Так вот, супергерои вселенной Марвел, сплоченно завоевав место в кинотеатрах всего мира, постепенно полнят с собой эфирное время и на телевидении. В прошлом году произошла удачная перезагрузка Сорвиголовы, которая позволила фанатам комиксового героя навсегда позабыть экранизацию с Беном Аффлеком. Первый сезон закончился весной 2015-го, и ввиду его успеха 18 марта мы получим второй сезон, где объявятся такие персонажи, как Каратель в исполнении Джона Бернтала и Электро, которую сыграет Элоди Юнг. Разноклассия между персонажами гарантированы, а это значит, что нас ждут еще более жесткие и напряженные серии. Джон Бернтал, если вы не забыли, получил широкую славу в 2010-м году благодаря своей роли в сериале «Ходячие мертвецы». Вот о них сейчас речь и пойдет, ведь дата выхода игровой экранизации, если можно так сказать, «The Walking Dead» Мишон, все ближе. Telltale Games выпустила 6-минутное видео, которое наглядно демонстрирует не только свойственную всем играм этой компании игровую механику, но и кое-что о внутреннем мире персонажа. Ведь Мишон — это не просто темнокожая дама с японским мечом за спиной. Некоторые события в ее жизни хорошенько потрепали психику героини. Когда-то в мирное время она работала адвокатом и растила двух прелестных девочек, но зомби-апокалипсис сгноил все ее мечты, и Мишон теперь приходится не только выживать физически, но и душевно. В общем, как описывают героиню разработчики, Мишон — очень мощный и сложный персонаж. Именно такой, над которым Telltale мечтали поработать уже очень давно. И 23 февраля мы все узнаем, что же там у них из этого вышло. Но в мире видеоигр не обязательно прописывать главному герою глубокую жизненную историю, мотивирующую на истребление всякой монстрятины. Иногда достаточно дать герою в руки двухстволку и открыть перед ним ворота в ад. Такой тактикой и грозятся Бетезда на парус Идс Софтвер, говоря о новой Doom. После декабрьского закрытого альфа-тестирования, некоторые шахтеры по добыче информации из файлов глубоко копнули внутрь недоработанного контента, и там обнаружили имена противников, которые будут встречаться в игре. В общем-то, все те же добрые архвайлы, пинки, невидимки, рыцари и бароны ада, ревенанты, кибердемоны и потерянные души. Исходя из некоторой раздобытой информации, гигантский паук будет вооружен не шестиствольным пулеметом, как раньше, а всякими лазерными пушками, ползучими минами и какой-то формой телекинеза. Также копатели утверждают, что Идс Софтвер внедрила специальный код, способствующий появлению всех опасных боссов в совершенно рандомном порядке. А уже сами девелоперы поделились через Твиттер информацией о продолжительности одиночной кампании. Говорят, что у них в офисе люди умудряются расчленить всех приспешников дьявола лишь за 13 часов, и никак не меньше. Сможет ли новый Doom поглотить своими прелестями нас, простых смертных, на такой же срок, пока неизвестно. Но будем очень на это надеяться. Убивать всяких тварей, как оказывается, можно и пошагово. Hitman Go, когда-то успешно покоривший мобильные устройства, теперь выходит и на ПК, и на PS4, и даже на PS Vita. Здесь Агента 47 завернут в обертку Definitive Edition и предоставит игрокам продвинутую графику и два дополнения. Будет миссия в Парижской опере, как в Blood Money, а также задание в Санкт-Петербурге, которое уже замечалось во второй части, Silent Assassin. В обновленной версии будут присутствовать и характерные для PS4 и Vita Cross Buy и Cross Save, которые дают возможность купить игру одновременно для большой соньки и портативной. Ну и сохранение переносить с одного на другое. Наличие платины в Definitive Edition официально подтверждено. А в Стиме будут карточки. Игру стоит ожидать 23 февраля. Между тем, сегодня выходит вторая часть дополнения The White March для крутой ролевой игры Pillars of Eternity. Прошу заметить, что данное творение удостоилось звания Лучшая компьютерная игра по версии StopGame.ru И в честь этого события мы вместе с нашими друзьями, развлекательной онлайн-платформой от CD Projekt GOG.com, дарим вам целых 5 ключей для Pillars of Eternity Hero Edition. Для участия в данном мероприятии расскажите в комментариях к этому выпуску, но не на YouTube и не ВКонтакте, а именно на нашем сайте, какими классами вы предпочитаете играть в играх жанра RPG. И самое главное, почему. Наиболее интересные и оригинальные ответы будут награждены ровно через неделю. Ссылка на страницу для комментариев будет в описании. Ну и на этом все, друзья. Дневная порция инфакта закончилась. С вами был Даур Авитсба и ваш любимый StopGame.ru. Всем мир!